В третий раз Московская епархия проводит фестиваль церковных хоров и чтецов в городе Одинцово. По традиции фестиваль проходит в мае, посвящается Дню Святых Учителей Славянских Кирилла и Меходии и начинается фестивальный день Божественной Литургии в Георгиевском соборе, возглавляемой ректором Коломенской Духовной Семинарии, епископом Зарайским Константином. Сослужили ему люди, стоящие у истоков фестиваля, наш благочинный Архимандрит Нестор и благочинный Чеховского церковного округа священник Александр Сербский. За богослужением поет один из лучших хоров Московской епархии – хор Георгиевского собора, а также молодежный хор Гребневского храма, хор детской музыкальной школы, приходского центра, при Гребневском храме и гости из других благочинений. Епископ Константин, человек с музыкальным образованием, в прошлом регент хора Коломенской Духовной Семинарии, уделяет большое внимание развитию церковного пения, возглавляет жюри фестиваля. Владыка поздравил прихожан собора с неделей по Пасхе ослепом и выразил радость по поводу активного участия в богослужении молодежи, прославляющей Бога своим талантом, который применяется не только в церковном пении, но и в чтении. И если хористы состязаются в Георгиевском соборе, то чтецы богослужебных текстов в приходском центре при Гребневском храме. Напутствуя юных панамарей, владыка Константин напомнил о важности чтения осознанного, осмысленного, неформального. Чтецы соревновались в двух турах и трех возрастных группах, помимо непосредственно чтения, отвечая на вопросы, выявляющие понимание сути прочитанного. Слава Господи, сетон воскресенью твоему, с растений причастен, ты прибыл, и си, слове Божий, плоти общився. Фестиваль хоров собрал в Георгиевском соборе хоровые коллективы из 14 благочиней Московской епархии. Их цель и задача, конечно, не конкурсы, а церковное пение, помощь прихожанам в молитве. Но фестиваль – это своеобразное украшение их деятельности, возможность услышать, как поют другие, обмен опытом. Повод показать не только церковный репертуар, ведь нынешний конкурс посвящен также и 70-летию Победы. Конечно, основа конкурса – церковный репертуар, духовные произведения Костальского, Чайковского, Рахманинова, Бортнянского. Это коллективы разного профессионального уровня, но все хоры молоды, то есть образованы после возрождения Русско-Православной Церкви и храмов Московской епархии. А значит, находятся они в пути, в поиске, в становлении. И немалая роль в этом деле принадлежит Одинцовскому благочиню. Инициатива была Одинцовского благочиния, начиналось это все здесь, потом было подхвачено уже на уровне молодежного отдела, отдела по делам по работе с молодежью Московской епархии. Мы находимся при рождении такой церковно-певческой традиции школы Московской епархии, как вещь уже такой массовая. Поэтому это очень интересно наблюдать, как это происходит, где уже есть некая стабильность, где видно еще ли люди находятся в творческом поиске. Надо сказать, что и подход к организации проведению фестиваля одинцовский, то есть по высшему уровню. Мало того, что жюри возглавляет архиерей, но членами его являются профессора Академии музыки имени Гнесиных и Московской консерватории, известные регенты. С каждым фестивалем им все труднее, поскольку исполнительский уровень растет. Теперь можно услышать и такое. Впрочем, этот хор выступал вне конкурса. Подводя итоги творческого состязания, епископ Зарайский Константин поздравил его участников, напомнив, что в пении за богослужением помимо профессионального мастерства важна чистота сердца. Решением жюри фестиваля второе место присуждено хору глагол Троицкого храма Балашихинского благочиния. Третье место разделили хоры Истринского и Домоденовского благочиния, а также хор детской хоровой школы Одинцовского благочиния. И первое место у хора Знамения Красногорского благочиния и молодежного хора Гребневского храма города Одинцова. Таким образом, сразу два одинцовских коллектива прославили наш район. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние для телекомпании Одинцова.